Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Для того, чтобы создать, вернуть нашей армии те качества ее традиционные, которые у нее были во время Великой Отечественной войны и ранее, и нивелировать то моральное превосходство, которое есть у правительства. Говорят, что цели надо определить. Ну, кретины же, правда, такие кретинам-нацистам, руссо-нацистам. Десятки тысяч людей уже в земле, с двух сторон, кстати. Они так и не могут понять. Хотят Великой России, хотят Папа какого-то, хотят, чтобы их все уважали, хотят, чтобы страна изменилась. Хочется сказать, идиоты, меняйтесь. Гляди, гляди, если вы перестанете нацистами, ну и как-то с вами будут общаться, а то на сегодняшний день их ненавидят все. И они сами себя ненавидят. Противника для этого надо, чтобы у нас появилась мотивация. У солдат была мотивация, чтобы была идеология этой... Были понятны цели этой... Сейчас наши вооруженные силы не понимают целей в... Да, это основное. Это основное, конечно. Непонятно, вот никто не озвучивает конкретно цели. Ну, да. Да. Цели не озвучиваются, соответственно, солдаты не понимают для чего. Знаете, какой прикол интересный у этого Гиркина? Что там же вот этих упоротых мудаков таких, их не так много. А вот он жалуется на российскую молодежь. Мол, они родились, Украина была независимым государством. И они, и все понимают, что они вперлись в независимую страну. То есть они понимают, что они неправы. Вот с молодежью надо российской работать. То есть мало на них фуражек там одевают в детстве. С детства. Они должны жертвовать своей жизнью. Для чего они должны жертвовать своим здоровьем. Переносить лишения. Которые в то время, как, извините, вся страна продолжает проживать в условиях мирного времени. Если за полтора года. Ну, почему за полтора? Ну, практически за девять лет войны. И мне объяснили, для чего это все. За что они теряют свои жизни. Несут лишения. Теряют конечности. То расскажу такое. Значит, в рамках проекта «Хочу жить», который является реальной возможностью для военнослужащих оккупационных войск вернуться домой живым. Значит, что мы гарантируем? Опять про борщ. Соблюдение стандартов Женевской конвенции. Содержание под присмотром Красного Креста. Блин, мы же не нацистское государство. У нас пускают Красный Крест. Кормят их салом российских военнослужащих. Представляете? Трехразовое питание. Медицинское обслуживание. Регулярная связь с родными. Право на политическое убежище в Украине и некоторых странах. Если ты без танка пришел, то странно очень. Между делом скажу такую вещь. Сейчас мы находимся накануне уничтожения российского Черноморского флота. Там достаточно много в прошлом украинских моряков, которые предали Украину, предали присягу. Они там некоторые продвинулись даже по службе. Так вот, если кто-то из российских этих товарищей перегонит корабль, с командой или без, неважно. То Родина простит и денег даст. Это интересное предложение. Это намного лучше, чем сгореть на работе, как командование ЧФРФ. Кстати, командующий Черноморским флотом давно не появляется на публике. Ни парадов, ничего. Где он? Живой ли он? Так что всем рекомендую так и искать в интернете. Программа «Хочу жить» есть и в телеграме. Масса всяких вариантов. Тут вот товарищи, которые не понимают, что же произошло. Их же достаточно много. И они себя ведут особенно так, ну, откровенно. Потому что что? Хотят жить. И об этом публично заявляют. Всем здравствуйте. Мы военнослужащие полка 1442 1-го батальона «Белометная батарея». Воюем на Бахмурском направлении, точнее район Клещеевка. От своих обязанностей не отказываемся. Свою службу вы продолжали нести. Боеприпасы. Какие же они отвратительные. Ужасы какие-то рассказывают. Такое впечатление, что реалии войны отличаются от парада на Красной площади. Немцы, которые вообще молчать должны еще столетиями и каяться. Что-то себе возомнили. Тут интересно, знаете, как немцы, например, они до сих пор по окончанию Второй мировой войны ощущают свою вину перед Российской Федерацией. Непонятно, почему только перед Россией. Потому что, видите, во Второй мировой войне союзников было очень много. И тут и Украина, конечно. Не будем на себя сильно тянуть одеяло. Но, черт возьми, мы под оккупацией были. В общем, так миллионы-миллионы людей, которые отдали свою жизнь. Тем не менее, когда мы говорим о современной войне, это оккупация полуострова Крыма, начало войны на Донбассе, у западного мира нет никакого чувства вины. Что такое сегодняшняя Российская Федерация? Это плод, это ребенок, как угодно. Он взрощенный и вскормленный западным миром, Европейским Союзом. Только благодаря торговле и энергоресурсам, в общем-то, Россия и стала такой богатой, и смогла вкладывать эти деньги, ну, кое-как военно-промышленный комплекс. Все равно, если сравнивать с Германией, с Францией, с Америкой, не дотянули они до этого уровня. Почему никто из них не кается и не говорит о том, что, ну, вот если бы не было такой неправильной политики, то не было бы, наверное, агрессии Российской Федерации. Мы больше всего все эти месяцы войны, конечно, смотрели в сторону, например, Ангелы Меркель, которая так и не вышла и ничего не сказала. Она сказала, что я сделала от себя все возможное, Молдинские соглашения, это возможность протянуть время, но никто не вышел, не сказал, мы ошиблись, надо было реагировать в 2014 году, да, Барак Обама тоже молчит и ничего не говорит. Ну да, такое, чтобы принять именно ответственность на себя, вот такого, таких заявлений действительно не было. Я скажу такую вещь, да. Ну что теперь говорить? Да, имела место вот эта подкормка режима. Действительно, я вот сам лично помню, как я все десятые годы наезжал в Конгресс, в Госдепи встречался, в других местах. Когда говорили о том, что Путин – это синоним война, вот кто не верит мне, возьмите, в 18-й год, по-моему, в ноябре был какой-то форум «Свободная Россия», я вел панель, Аспаров, по-моему, сейчас я вам сказал, следующим словом, которое будет характеризовать то, что делает кремлевское руководство, будет слово «война». Ну, еще как-то, знаете, так люди все время какие-то демшиза придумывают на ходу. И в Америке мы тоже самое говорили, и в других местах говорили. Война, война будет. Какая война? Куда война? Ну что вы все ходите, ходите, рассказываете, про какую-то войну? Ну какая война? Зачем война? Он торгует, все хорошо. Ну денежки, они воруют. Да мы знаем, что коррупция. Знаем, 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 знаем. Не прислушались, да? Ну и бог не, да? Мы не так большой вес имели, чтобы к нам прислушивались. Для меня вот проблема вины не столько важна тогда, в прошлом. То, что западные страны, Европа в частности, зависимые от энергоресурсов, других интересов, которые с Россией связаны, вели себя так. А мне вот важно сейчас, когда уже война случилась, когда это уже произошло. А почему это в комплектующих действительно находят западные узлы, детали, в танках какие-то тепловизоры французские, еще что-то, в двигателях, в ракетах. А как это так? Вроде как война уже идет. Ну я уже не говорю про многие скандалы, про то, что продолжают через страны Балтии логистикой заниматься, что-то поставляют, что-то подвозят, что-то привозят. Ну хорошо, ладно тогда. Боксинг, кто прошлое поменит? А сейчас-то что? Ну вот сейчас. Ладно, то, что там неизбывная вина, одна власть была, она сменилась, нету Меркель, есть Шольц, нету Обамы, есть Байден. Хорошо, там все не предъявишь Байдену, хотя он был вице-призидел. Но погодите, а сейчас? Вот конкретно сейчас, не тогда, вот сейчас, вы не хотите с этим разобраться? Скажите, ну ладно, там мы может и ошибаться, но тут уж мы, сука, не ошибемся. Мы уж точно, как вставим, так по полной. А они умеют, когда хотят, так воткнут, как говорится, костылик в рельсу, что по самой гланды дойдет. И поэтому, знаете, если очень сильно захотят, все это прекратится. И вот это гораздо больше волнует. Там мы вроде как относим это к моральной ответственности и обязательствам, возникающим из нее. Но вы вот там накосорезили. А сейчас-то, сейчас-то я ощущаю конкретика, потому что, если вы не можете контролировать нарушение санкционного режима, поставок, насыщение режима деньгами уже в войне находящегося. Ну только погодите, вы вечно будете воевать? Если туда будет течь поток денег, так всегда на войну будет бензин, чтобы этот пожар даже не тушить, а наоборот разжигать сильнее. Вот это волнует гораздо больше. И мне кажется, эти выводы гораздо существеннее, чем то, что мы можем предъявить за прошлое. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО. ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДЕЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.